Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал Ангарские новости без цензуры. У меня была дилемма. То ли идти с этим хлебом к адвокатам и обвинять производителя в том, что меня намеренно пичкают плесенью. То ли жаловаться на тех, кто это продает, потому что вот здесь очень хорошо написано. Вот здесь, в общем, если присмотреться, написано, что хлеб произведен 5.01. 5.01.16 должен быть употреблен в пищу в течение 72 часов. Я живу не одна. Человек, с которым я живу, приобрел этот хлеб с 7-го числа. То есть к тому моменту, когда он должен был быть уже съеден. Я посмотрела на хлеб, и он мне не понравился. Что не понравилось? На нем не было вот этого еще всего. Ну, я просто решила его отложить так же в запакованном виде, как он продавался. Я его решила просто положить. И я вам, кстати, всем рекомендую делать именно так же. То есть если какой-то продукт вызывает у вас сомнения, хотя бы какое-то мимолетное. А у меня, к сожалению, для производителей такого хлеба, у меня врожденное какое-то на интуитивном уровне ощущение свежести продуктов. Значит, что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем здесь черную плесень, смертельно опасную, по утверждению ученых, вызывающую рак. И мы наблюдаем, что вся пуханочка, вся каплисть, поражена. То есть плесень просочилась с ней. Это все произошло в течение нескольких дней. То есть позавчера еще хлеб выглядел так же, только у меня не было настроения снимать это видео. Я вообще долго-долго думала. Итак, черная плесень, вообще просто плесень. То есть вот это должно было быть скушано. Посмотрите, как это красиво выглядит через... Что там у нас? Пятое... Через шесть дней. Так выглядит хлеб, который мы должны есть. Я хочу это записать единым кусочком. Я хочу это выложить на свой канал на Ютубе. Я хочу, чтобы ангарчане поделились друг с другом. И не только ангарчане, а все люди, которые живут и которые не уверены в том, что они употребляют. Никакая санэпидстанция, никакой магазин не позаботится о вашем здоровье так, как вы. Прежде чем определяться в сторону того или иного производителя хлеба, пожалуйста, проведите такой же эксперимент, как я. Булка не должна в течение двух дней, находясь дома, превращаться в такое. Никто мне не ответит вообще на этот вопрос. Я не понимаю, на кого что писать. Но вот в таких условиях живет российская глубинка, которую пичкают черной плесенью. И вот откуда в домах у ангарчан черная плесень берется. И вообще, как бы, откуда она берется. А что такое черная плесень? Просто погуглите. Мальчики и девочки. Берегите себя. Никакая администрация города. Никакие средства массовой информации. Никакие новости с газетами. Не сделают того, что сейчас делал я для вашего здоровья и вообще. Смотрите, что вы едите. Потому что производитель будет настроен сбагрить. Продавец будет настроен продать. И только вы сами решаете, что вы будете есть. И чтобы вы потом не удивлялись, откуда же берется рак. Ученые уже установили от черной плесени, которую нам приносят наши родные и близкие. Просто на стол.